Привет, дорогие друзья! Это промо-ролик моего нового видео про самую известную королеву на шотландском престоле и, пожалуй, самого известного монарха этой некогда независимой страны, которая, однако, завоевала неимоверную популярность на страницах исторических и художественных книг отнюдь не благодаря своим талантам и навыкам в области государственного управления. Причиной явились нескончаемые проблемы и передряги, в которые она вляпывалась с завиднейшей регулярностью. Королева шотландцев Мария Стюарт превратила свою жизнь в настоящий трагический роман и была предана почти всеми близкими людьми. Вторым и третьим мужем, которые были знатными абьюзерами и манипуляторами, государственным окружением, близкими и дальними родственниками одна из этих родственниц и подписала собственноручно указ о ее казни, и даже собственным сыном, с которым была разлучена частично по своей вине, когда тот был еще младенцем. Что это? Закономерность, вызванная собственной импульсивностью, недальновидностью, легковерием и самоуверенностью, или же череда случайностей? И как так получилось, что столь желанный для Марии английский престол, ради которого она вообще-то напрасно рисковала своей жизнью, в итоге достался ее сыну, Якову Шестому, основателю династии Стюартов, которые будут править Англией более века? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в новом ролике. Его вполне можно смотреть за поеданием попкорна. Если вы уже давно подписаны на мой канал, то знаете, что рекламу я не беру, по крайней мере, пока есть такая возможность, и периодически раз в 2-3 месяца выпускаю платный ролик в рамках поддержки канала. Так как автоматическая монетизация сейчас недоступна, мой канал продолжает существовать исключительно благодаря поддержке аудитории, за которую я безмерно благодарна, ведь создание каждого видео – это долгий и кропотливый процесс. Ну и чтобы эта поддержка была взаимовыгодной для нас с вами, я и выпускаю такого рода ролики, которые можно посмотреть на платформе Бусти. Предыдущий вышел в середине июля и был посвящен Анне Болейн. Также на моем канале на Бусти есть еще несколько больших роликов, созданных в рамках поддержки канала. История чумы от первых веков до наших дней, ждать ли новой волны пандемии, принцесса Диана и герцогиня Йоркская – самые скандальные жены Букингемского дворца, и упомянутое выше видео Анна Болейн – жертва собственных амбиций или же пешка в руках короля. Теперь к этой серии видео добавился и новый биографический ролик Марии Стюарт – королева, отнявшая у себя трон. Вот некоторые моменты из этого видео, которое, кстати, длится 1 час 40 минут. Почти сразу же после пышной свадьбы, сыгранной в июле 1565 года, 22-летняя шотландская королева поняла, что ее муж – пьяница, дебошир, ревнивец и патологический абьюзер. Говорят, Пьер был настолько очарован Марией, что однажды был найден прячущимся под ее спальной кроватью. Но нет, это не то, о чем вы подумали, Пьер просто хотел устроить Марии сюрприз. Королева с нерадивым мужем Джеймсом Хэберном собрали собственное сопротивление, но битва так и не случилась, потому что все те воины, которые должны были сражаться за свою королеву, как-то разбрелись по углам, пока противоборствующие стороны вели переговоры. В итоге Генри так всех достал своим нытьем по поводу матримониальной короны, тайными заговорами, битьем морд во время пьянства, что его просто-напросто взорвали. После, к счастью, неудавшегося союза с Доном Карлосом, Мария нашла себе другого абьюзера. К тому же ее новый муж, в отличие от первого хиленького и слабенького, был такой достаточно статный и высокий мужик. Мария же, согласно историкам, отчего-то верила, что ее добрая двоюродная тетушка Элизабет поможет ей восстановить власть в Шотландии. А давайте-ка я еще в одном заговоре поучаствую. Все равно, что за мной следит лучшая разведка в Англии и, возможно, во всей Европе. Ролик, как и обычно, является бесплатным для моих подписчиков на платформе Boosty. Напомню, что подписка стоит 200 рублей в месяц, ее всегда можно отменить, и она открывает доступ ко всем материалам на этой платформе. Это 4 документальных фильма продолжительностью от часа до часа сорока минут, 6 подкастов продолжительностью от 20 до 40 минут, а также текстовые материалы. Но если вы не планируете оформлять подписку или же хотите сначала ознакомиться с каким-либо из материалов, а только затем приступить к ее оформлению, то можно приобрести любое видео, включая видео о Марии Стюарт, за отдельную плату. Она составляет 135 рублей. Для этого необходимо нажать кнопку «Открыть пост» и открыть при помощи единоразовой оплаты. Также вы можете приобрести и любой из подкастов, стоимость каждого из них составляет 45 рублей. Также хочу напомнить вам, что если ролик, который вы приобрели, и хотите посмотреть, плохо загружается, необходимо изменить качество видео в настройках на более низкое. Либо же попробовать посмотреть видео с мобильного приложения Boosty, если вы смотрели его на компьютере, или наоборот. Некоторые пользователи писали мне об этой проблеме, но пока что Boosty – это единственная платформа для поддержки канала. Если же у вас возникли какие-то технические проблемы или же проблемы с оплатой, не стесняйтесь писать в техподдержку. Ссылку для приобретения и просмотра ролика можно найти в описании под этим видео. Также я всегда рада поучаствовать вместе с вами в обсуждении и ответить на ваши вопросы в комментариях на Boosty. Поэтому не стесняйтесь там делиться своими впечатлениями от увиденного. Ну а мы с вами увидимся в новом ролике на очень интересную тему. Он будет опубликован на этой и других видеоплатформах уже вне поддержки канала и в свободном доступе. На этом моя короткая самореклама заканчивается. Всем пока, увидимся в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok